12 января свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры. Ведомству уже более 300 лет. Все это время его главной задачей остается надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих в стране. Всего в МРЭЛ в прокуратуре служат более 180 человек. Несмотря на непростую работу, немало среди сотрудников и представительниц женского пола. С одной из них мы познакомились в преддверии профессионального праздника. Алена Долгова в органах прокуратуры работает уже 9 лет. Впервые пришла в ведомство, еще будучи студенткой юридического факультета. Сложности и ответственность юную хрупкую девушку не отпугнули. Напротив, благодаря упорному труду и настойчивому характеру Алена прошла путь от общественного помощника до заместителя районного прокурора. Работа сложная, но работа интересная и очень важная. И все сложности оправдываются именно задачами, которые перед нами ставят. Главная, конечно, функция прокуратуры. Мы надзорный орган. И поэтому конкретно что-то выразить, чем мы именно занимаемся, наверное, обывателю сложно объяснить. Но соблюдение закона – это главная наша функция. И вот над ней мы, над этой функцией мы работаем каждый день. И выходы в рабочие дни. Ветеран ведомства Евгений Алексеев вспоминает свою службу в 90-е годы. Именно этот чемодан криминалиста, который сегодня хранится в музее прокуратуры республики, он брал с собой тогда на место преступления. Преступники оставляли следы преступления, например, отпечатки пальцев. Мы использовали вот этот прибор, значит, кисточку, да, и магнит. Значит, ложили и проверяли. И после этого находились отпечатки пальцев. Используемый фотоаппарат «Зенит» на место происшествия со вспышкой вместе. Почему? Потому что, как обычно, преступление совершали в ночное время. И мы выезжали, и со вспышкой, значит, использовали этот фотоаппарат. В органах прокуратуры я, значит, работаю с 90-го года, в 1990-е годы, 10 лет я проработал следователем, и 12 лет проработал заместительным прокурором Северного района республики Мариел. В ходе этого времени очень сильно изменилось, у нас проявился криминалист. Значит, мы, следователи, уже не брали этот чемодан, значит, в прошедшее время, так как он появился криминалист, он выезжал, значит, криминалист, все следы преступления, изымал и фотографировал уже криминалист. А на этих фотографиях еще один ветеран прокуратуры, тогда молодой сотрудник Владимир Воробьев начинал свой трудовой путь как военный прокурор в горячей точке в Афганистане. Это мы собрались на происшествии в Кандагар в марте 1980 года. Нам сообщили, что где-то совершено очень тяжкое преступление. Это прокурор гарнизона Шакарьян Леонард Ваганович, это командир разведки 101-й полка Матта Стрелкова, но это наша группа, как бы это самое военнослужащие, кто нас сопровождали, охраняли. Я думаю, если пришлось бы защищать Родину, я бы нашу тоже к каждому пошел, без проблем. Я в этом нисколько даже не сомневаюсь. Люди ответственные, люди очень грамотные, тем более, что наши юридические институты выпускают очень хорошие специалисты. Это я могу сказать на все 100%. Всего в прокуратуре республики служат более 180 человек. Каждого из них, а также ветеранов надзорного ведомства в день профессионального праздника поздравил глава республики Юрий Зайцев. Вами проделана огромная работа по защите социальных и иных прав граждан, координации деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией, экстремизмом, защите экономических интересов государства, охране окружающей среды и многим другим направлениям. Главный результат работы – это стабильная социально-экономическая обстановка и обеспечение правопорядка. Хочу поблагодарить за работу, за отношение к делу, к людям, всех работников прокуратуры республики. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, духа, неиссякаемой энергии и решения тех больших задач, которые ставит перед вами государство, народ и сама наша жизнь. С праздником, дорогие коллеги! Поздравляю вас! Также в этот день наиболее отличившимся сотрудникам прокурор республики Сергей Беляков уручил награды и поощрения. Среди них и Алена Долгова. Молодая сотрудница была признана лучшим заместителем прокурора в Мариел. Что это дает, это веру в себя, что путь правильный избран, что та работа, которая проводится нашим коллективом, помощниками прокуратуры Медведевского района, он заслуживает уважения и признан вышестоящей прокуратурой. Самое главное — это уверенность и в наших силах, что мы сможем и дальше работать на благо общества и государства.